Наших старых друзей, они уже не молоды, это JDM One Love, ребят, Кирилл Филимонов, привет тебе! Привет-привет! А Дмитрий Бахтин! Всем привет! И Александра Герасимовна! А я тут, привет! Вот, как приятно! Парни, вы можете разговаривать, мы с Александрой пока будем вести на все. А мы с Александрой пока будем смотреть друг другу в глаза просто, да? А нет, смотрите, сейчас как будут развиваться события в дальнейшем. А мы не забываем о том, что мы, во-первых, 100% пазарты, мы будем прямо сейчас играть. И играть мы будем в игру под названием Окилеманджаро. Давайте просто какую-нибудь отбивку сейчас поставим, а дальше объясним, что это. 100% азарта. Мы не паркуем автобус. Дело в том, что наши сегодняшние гости, а по совместительству друзья, шикарно разбираются в тачках. Это да, есть такое. Есть такое. Особенно Александра. Особенно я. Это главное. И мы сегодня говорим, прежде всего, ответьте на наш вопрос. Новая или поддержанная машина? Давайте по очереди начнем. Кирилл, новая или поддержанная? Ну, я думаю, что когда человек, в принципе, покупает автомобиль, первый вопрос, который он должен сам себе задать, для чего он покупает себе этот автомобиль? Поэтому местами БУ будет уместнее. Ну, давайте наиболее часто встречающуюся ситуацию. Не для того, чтобы там позажигать, не для того, чтобы ее тюнить как-то, чтобы просто она возила и не было геморроя с ней никакого. Велосипед. Велосипед. Велосипед – лучший способ. Метро. Нет, нет, там жарко. Обычно же человек, он хочет найти квитенсенсию между ценой и качеством, поэтому БУ иногда в этом плане хорошо выигрывает. То есть там вот есть, там Toyota Camry, в принципе, неплохой автомобиль, достаточно. Ну, Camry, на одном из сайтов, на которых я читаю про автомобили, считается, что Camry и Tiana как раз два автомобиля, владельцы которых забывают пользоваться поворотниками. И там большой спор. Кто первый начал вот ездить как человек, не включающий поворотники? Владельцы Camry или владельцы Tiana? Я думаю, это владельцы аранж-ровера. В общем, сейчас мы будем играть с ребятами. Мы будем играть с ребятами следующим образом. Дело в том, что вы занимаетесь все-таки автомобилями БУшными, тюните их, да, прокачиваете, дрифтуете. Так, я понимаю, вот? 80% времени. Отлично. Значит, вы наверняка и перекрашиваете их. Какого цвета ваш автомобиль? Дмитрий? У меня фиолетово-матовый цвет, специальная там красивая виниловая пленка от наших друзей сделали. У меня очень сочно, красиво. Так и от нашего БАРа, кстати, теперь в России. Тюрилл, у тебя какого цвета? У меня цвета кожи. Цвет кожи. Да, спасибо. Я просто пока на пешком. Подруг метро. И Александра? Не, у меня такая длинная, зеленая на рельсах. Короче, из них всех один я, труд GDM-чик. Так что да. Я понял. Значит, первым будет играть у нас именно Дмитрий. Мы сейчас... То есть Дмитрий, да, всех возит, я так поняла, сейчас? Да, да, да. Всех катаю. Да, конечно. По-моему, я всех вожу в метро. Сейчас мы каждому из вас предоставим пять цветов, которые окрашивались или окрашиваются автомобили автоваза. И вам нужно будет угадать, что это за цвет. А жигули окрашиваются? Ну, естественно. У них очень креативные ребята, занимаются именно придумыванием названием для каждого цвета. Знаете ведь, что... Я вижу, не все, да, владели с жигулями? Дизайнеры автоваза? Только у меня у одного была тройка с цветом адриатика, да? Нет, ну я вижу иногда на улице там что-то такое едет. О, сейчас мы посмотрим. Давайте, увидим. Игра часа. Итак, Дмитрий начинает. Я называю тебе пять цветов, тебя пять... Убери телефон. Без подсказок, без подсказок. Что за читерство началось? Я Путину пишу. А Ольга будет вести, так сказать, счет, чтобы выяснить, кто из ребят главный, самый трушный тюнингер. Так мы это называем. Итак, триумф. Какой цвет? Чего? От цвета триумф. Триумф. Ты бы... Хорошо, коричневый. Коричневый. Это минус. Подождите. У меня вопрос по твоему мнению. Триумф именно коричневого цвета. Но если это жигули триумф, тогда это коричневый цвет. Это минус серебристо-красный триумф. Дальше. Бургундия. Бургундия. Жигули цвета. Бургундия, нет. Салатовый. Ты пил бургундское когда-нибудь? Нет, вообще не пью, я ЗОЖ. Вот. А так мы знали, что это красный металлик, бургундия. Дальше магия. Как ты видишь магию? Синий. Ну, серебристо-ярко-фиолетовый. В принципе, синий такой. Нет, минус. Ну кого? Синий, фиолетовый, разные цвета, ребят. Как выяснилось, мужчины. Сложная игра. Дефиле. Дефиле? Дефиле. Жигули цвета. Белое дефиле. Вот тут вот был рядом вначале, потому что... Я просто женщину в дефиле представил. Белое как бы там сидела. Серебристо-серо-коричневый. И, наконец, пятый вопрос тебе. Премьер. Ох. Премьера. Как ты представляешь себе? Черный. Черный. Канарично-желтый. А ноль? Что такое? Пять минусов. Пять минусов. Это автоваз. Пять минусов у Дмитрия. Кирилл или Александра? Кто следующий? Александра. Ну, конечно. Она, кстати, дизайнер, она разбирается. Да, да. В автовазах, конечно. Да, я сейчас вообще разбираюсь. Александра, вам пять цветов. Апатия. Жигули апатия. Я думаю, что это фиолетовая. Фиолетовая и серебрист оранжевая. Подождите, а как можно было назвать вот что-то, связанное с отечественным автопромом? Правдой. 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 Не ходить вокруг того колоссаза. Просто апатия. Так, ну, вам досталась апатия на всю жизнь. А вы что, наверное, цвета есть грусть, боль. Спокойно, спокойно. Есть приятный цвет, Александра, особенно для нашей радиостанции. Дюшес. Красненький. Красный дюшес обычно пишет. Она родилась в другой стране, похоже. Да, да, доктор Пеппер. Нет, дюшес желтый. Желтый. Я бы тоже так ответил. На самом деле, молочно-зеленый. Какие загадочные люди работают? А как и связано с вашей студией, мне просто интересно. Это автоваз просто. У них свои дизайнеры. Расскажу за эфиром и последнее. Колумбийская зелень. Белый. Подсказка, да? Зелень это подсказка. Если нет, то желтый, мне кажется. Ярко-желтый. Нет, что в Колумбии делал. По мнению автоваза... Ты имеешь в виду зеленые... Спокойно! Тише, тише, тише. То есть, по мнению Александра, колумбийская зелень желтого цвета. Ну, это было слишком просто, если зеленый. Зеленый. И тут-то вот на повороте тебя нежно-нежно пропало. Минус? Победил автоваз, в общем-то. И Александра, и Дмитрия. Получается, автоваз становится номинантом на звание самого азартного игрока, да? Да. Как я неплохо откатился сейчас от этой игры просто. Кирилл не успел сыграть, значит, Кирилл стал номинантом. Один не позорился. Кирилл просто не знает, что его ждет впереди. А я расскажу. Впереди нас ждет 100% азарта. Мы продолжаем нашу автосреду, говорим об автомобилях, и задаем вам вопрос, новые или поддержанные. Свои мнения присылайте к нам. Ватсап, Вайбер, группа ВКонтакте, СМС-портал. А также впереди мы обязательно поиграем еще от свистка до свистка. С кем-нибудь из слушателей. Не все же ребятам отдуваться, правильно? И, соответственно, давайте быстро перед перерывчиком напомню, куда вы можете присылать свои истории про поддержанные или новенькие тачки. Вайбер, Ватсап, 925-22-22-93-2, СМС-портал, 5533. В начале спорт, через пробел текст. Реклама Теперь я знаю, как купить Тойота Камри выгодно. До конца июля этого года назовите пароль Тойота Бизнес Кар. В Тойота Центр Битца, Каширский, Серебряный Бор, Рублевский, Левобережный и Лосиный остров и получите индивидуальные привилегии на Тойота Камри. Подробнее в шоурумах и по телефону. 151-23-73. 151-23-73. Код Москвы 495. Подробнее о привилегиях на сайте toyotavisit.ru при поддержке ООО «Тойота Мотор». 10. А выше? 15. А еще выше? 20. Скидка до 20% на готовые квартиры в жилом комплексе Триколор на проспекте Мира от компании «Капитал Групп». 266-99-60. 266-99-60. 266-99-60. Код 495. Успей купить ниже рынка. На большие цели нужен большой кредит. Просто захотела и взяла. Просто кредит. Просто на все. Просто по низкой ставке. 15,4% годовых. Локобанк. Банк простых решений. КП «Локобанк». АО «Генеральная лицензия ЦБ РФ 2707». Пляжная олимпиада в Москве. С 21 по 31 июля стань свидетелем вторых в истории всероссийских пляжных игр. 8 видов спорта, более 1000 участников, лучшие спортсмены страны. Пляжный волейбол, футбол, теннис, регби, чирлидинг и многое другое. А еще море музыки, конкурсы для болельщиков, мастер-классы для детей и потрясающая атмосфера пляжного отдыха. Водный стадион. Ленинградское шоссе 39. Информация на сайте русбса.ру. Ноль плюс. Для тех, кто привык получать все и сразу. До конца июля. Обмен автомобиля на новый Porsche Macan за 1327 рублей в день. Спорткарт-центр. 249-11-11. Код города 495. Кредит предоставляется Орус Финансбанк и Ооси Телембанк. Лицензия ЦБРФ номер 1792 и 2168. Предложение ограничено и не является публичной офертой. Центр спортивный и Центр культуры. Центр природы и архитектуры. С театрами, парками и пением птиц. Красоте и комфорту здесь нет границ. Центр отдыха. Центр событий. Центр эмоций. И Центр открытий. Вы по адресу. Веселее лица. Зилард. Новый центр столицы. Звоните 8495-228-2288. Проектная декларация на сайте zilard.ru. Проект группы ЛСР. За свою жизнь я промахнулся много тысяч раз. Я проиграл сотни игр. Около 30 раз, когда команда доверяла мне последний бросок, решающий судьбу матча, я промахивался. Я терплю поражение день за днем. И именно поэтому я чемпион. Американский баскетболист Майкл Джордан. Спорт-ФМ. Будь первым. До Олимпийских игр осталось 23 дня. Спорт-ФМ. Мы делаем спорт ближе. А сейчас 100% азарта. И победимые 100% азарта на Спорт-ФМ продолжаются. Михаил Королев, Ольга Локс, Александр Сафронов. Будем прямо сейчас играть. Немножко автомобилити играть, как говорил Домаёна Кузя. От свистка до свистка. И обе наши телефонные линии открыты. 276-0-93-2-276-1-93-2. Код Москвы 495. 100% азарта. Это их котика спасал Шлуцкий. Давайте поясним, что мы ожидаем двух участников. Да. Две телефонные линии, два участника. Простейшая математика. Ее даже Илья... Может вычислить прям за секунду, Громов. Хорошо, что Илья вас не слышит. Конечно. Я специально вижу, что он в наушниках. Но у нас в гостях по-прежнему автобанда One Love. One Love, правильно говорить по-английски. One Love JRM. Самое крупное сообщество японских автомобилей. И уже прилетают вопросы к ребятам. Первый же вопрос из-за ватсапа. Стоцкая в студии. Кто это? Давайте представим, что у нас Кирилл Филимонов. Это не о нем вопрос. Дмитрий Бахкин тоже не о нем. И Александра Герасимова. У нее прекрасные рыжие волосы. Я не открыл сейчас каких-то сверхсекретов? Нет. Прекрасно. 23 июля в Лужниках будет проходить движ под названием Moscow City Games, где вы будете представлять автомобильную площадку. Правильно я понимаю? Что там будет? Значит, зачем мне 23 июля, между прочим, в субботу вставать с утра пораньше и мчаться в Лужники? Или не надо? Ну, там будет проходить очень крутое и яркое мероприятие. Например, как вы знаете, в США есть день, когда проводят экстремальные все виды спорта, собираются на одной площадке и показывают мастер-класс. Это ярмарки у них называются. Ну, прям много пенового напитка там и вот это все. Да-да-да, кучу гамбургеров, хот-догов, там всякие яркие шоу, взрывы, там все, что можно. Ну вот, то же самое будет у нас в Москве, у Лужников. Во сколько начало? Начало советуем всем приезжать не с самого утра, а часам где-то к 12-13. А почему не с самого утра? Надо проснуться по завтраку. Ну, потому что мы сами там приедем туда, пока расставим машину, поспим, покушаем, нам тоже надо у себя прийти. Ребята не торопятся. Имей совесть, да? Все логично. А до скольки? Саша? До скольких? До последнего. До клиента? Да, конечно. До последнего клиента. То есть я сажусь, и у меня какой-то мастер-дрифт, а вот так и... Кольцо, восьмерка, да. Не просто мастер-дрифт, у нас своя дрифт-команда теперь появилась. Между прочим. Так что мы вообще вау. Вы участвуете в чемпионате России по дрифту? Нет, у нас денег нет. Японцы же все-таки как бы... Да, ничеброды. Да, ничеброды. Мне нравится откровение наших встреч. Мы честные с нашими слушателями. По честному. Мы сегодня говорим об автомобилях, о японских в частности. Японский автопром — это то, что вы вот так вот возводите в ран культа. А как вообще вы относитесь к Японии? Кто-нибудь из вас бывал там, или может быть вы хотите? Вот я как человек, который вырос на американских боевиках, хотел бы побывать в Нью-Йорке, потому что я знаю там каждую улочку. По моим ощущениям. Вы вот как к Японии относитесь? Очень положительно, я там был. Так, и ты почувствовал, что ты попал в такой свой собственный маленький Диснейленд? Я почувствовал с самого начала, когда я туда попал, у меня было первое ощущение, что я в фильме Ипман. Ипман, допустим. Боярик такой, Ольга. Завтра киночетверг, подробнее расскажем. Готовимся, да? То есть, ну, потом, естественно, ты понимаешь, что вокруг тебя вообще абсолютно происходит, по другому, там люди банально живут по другому ритму даже. То есть у них, они и утром встают, и доводят до идеала то, что не сделали вчера. А правда, что сложно получить визу в Японию? Нет, у меня почему-то не составило эту проблему. Все, спасибо. И с тех пор у них нет денег, для того, чтобы участвовать в чемпионате России в Падре. В Японии, чем Япония, вот, за что я уважаю эту страну, у них, если брать историю, у них 60 лет назад, как таковых, автомобилей не было. И они не представляли, как их собирать, и что вообще надо для этого сделать, комфорт, скорость, что это такое. И возьмите Японию сейчас. То есть прошло, грубо говоря, там 50-60 лет, и эти люди за полвека чего достигли на данный момент в автомобильной индустрии. И это очень дорогого стоит. Об автомобилях. Еще вернусь к Сити Геймсам, к игрулям тем самым. Много машин-то ожидается? Или там приедет 10 классных тачек, и можно за часочек их все будет отсмотреть? Нет, это 14 тысяч отборных, дрифтовых, заряженных капсул скорости. Ну, поскольку мероприятие не наше, поэтому мы как кураторы зоны Драйв являемся совместно с нашими друзьями. И у нас будет представлено 4 зоны. Это будут стрит-автомобили, это будут дрифт-автомобили и люкс. Также мы еще сотрудничаем со стенсорами, это люди, которые ездят на низких-низких таких автомобилях. Государство их очень не любит как раз-таки. Да, да. А они не любят дороги наши. Вопросики из WhatsApp. Если вы говорили в начале эфира про дрифт и 80% проведения времени в нем, почему у Димы Subaru? Потому что я люблю полный привод. А как же дрифтить на Subaru, видимо? Ну, на самом деле можно, достаточно всего лишь перекинуть привод назад, переварить дифференциалы, и все нормально. Все очень просто, Ольга. Саша знает, как это делать. У нас чуть посложнее задача сейчас будет достать телефон и дозвониться до нас для того, чтобы сыграть его от свистка до свистка. Нам требуется победитель. Ну, ляжку жгут билеты на концерт, сами понимаете. 276-0-93-2, 276-1-93-2, код Москвы, 495. Две телефоны и линии, два человека ждем. Пока почитаем дальше истории наших многомиллионных слушателей. Такое чудо видели? Дальше фоточка. На Кипре такси у них Mercedes 140-й кузов, Volvo, BMW 7-й серии. Очень долго смеялся сначала. На фоточке Mercedes какой-то лимузин, как я понимаю. Круто на Subaru дрифтить. У самого Legacy. Вот, молодец, чувак. Опять ты свое братство, да, субаристом подсуетил? Опять, да, да, Subaru уже платить должен. Ну, конечно же, если история про автомобили, это история про запорожец, на котором мы ездили по ночам на соседнюю Бакшу воровать дыни и арбузы. Детство у меня прошло в деревне. Было очень весело удирать на запорожецы по полю от конного сторожа, так сказать, горбатый от конного. Но запорожец-демон до сих пор на ходу. Возможно, и конь до сих пор на ходу. Брата на русской ралли. Ну, конечно. По поводу новая тачка или все-таки подержанная, есть тоже сообщение, например, от Анатолия. С точки зрения экономии выгодно брать БУ-одногодку, у которой один хозяин. Но новая есть новая, и порой это перевешивает. Одногодка относительно новая, пробег небольшой, обработанная, допиленная, но уже ощутимо дешевле. Говорил, сколько? А, он не продавал, да? Ну, хорошо, тогда сыграем с Евгением и Сергеем, которые дозвонились до нас. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. А вы бы, вернее, вот давайте по-другому начнем. У вас есть автомобиль? Автомобиль? Да. Да. Механизированное транспортное средство. А вы когда покупали, новым брали? Евгений плохо нас слышит, к сожалению. Ладно, Евгений, тогда сразу перейдем к игре. Только поздороваемся с вашим соперником. Здравствуйте, Сергей. Привет, Сергей. Сергей? Да, 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 здравствуйте, очень приятно вас слушать. Все, нам тоже очень приятно. Сергей, будем играть прямо сейчас. От свистка до свистка. У Евгения и Сергея будет по 30 секунд для того, чтобы назвать детали автомобиля на определенную букву. Сегодня у нас автомобильная все-таки эфира. Евгений, а какой марки у вас автомобиль? Пежо и Форд. Пежо давайте возьмем, буква П вам достанется, и за 30 секунд вещи, которые относятся к автомобилю на букву П. Готовы? Я должен? Да, да, вы, вы, Евгений. Буква П. В смысле вещи, которые к автомобилю? А какие-то детали автомобиля, возможно, механизмы, которые в нем участвуют. П. Педаль, например. Вот, я уже первый сказал. Хорошо, один я вам считаю, 30 секунд, пошли. Евгений, время. Да, да я думаю. Ничего страшного. Вы пока думаете, называйте что-нибудь на П. О, пальцы, когда я говорю, пальцы стучат в машине. Пальцы стучат, прекрасно. Не очень, конечно, прекрасно, если они стучат. Но, тем не менее, Евгений, буква П, уже два есть. Одна моя педаль и ваши пальцы. Примерно так выглядит автомобиль, по мнению Евгения. Да, я думаю. Евгений, вот двигатели такие. Красиво сейчас Порше не изобразил, нет? Два результата. Два, это результат Евгения. Посмотрим, что ему противопоставит Сергей. Сергей, у вас тоже 30 секунд. И какой марки ваш автомобиль? Део. Део вам на букву Д. Тоже задание, 30 секунд, поехали. Ну, Данкрат. Данкрат. Первонаперво. Двигатель. Уже два. Домкрат, двигатель, все, что есть в ДЭО. Дуги, дуги. Дуги, допустим. Наш специалист, дипломированный инженер Михаил Королёв задумался о дугах сейчас. Ну, может быть, даже дистанционное управление. Дистанционное управление. Предположим. Почти как телевизор. А еще есть деталь от холодильника в автомобиле. Динамики там стоят. О, от холодильника. Сергей, ну что же, 4-2 с таким счетом. Да, Евгений, вам спасибо за участие. Сергей, вас мы поздравляем с победой. Вы становитесь номинантом на звание самого азартного автомобилиста этого часа. Спасибо большое. Спорт.ФМ. Будь первым. Еще успеем выжать гашетку вместе с автобандой One Love JDM, которая сегодня в гостях в 100% азарта на Спорт.ФМ. Кирилл Филимонов, Дмитрий Бахтин, Александр Герасимов. Уже через каких-то 10 дней они встретят нас в Лужниках на автоплощадке Moscow City Games. Ну а прямо сейчас, а вот как раз вопрос прилетел, какие планируются фестивали-сходки в Москве в августе? В августе что-то еще будет? Секрет. Это пока секрет. Единственное, планируйте... Ничего не планировать. Будет жарко. Будет очень жарко. А можно как-то сузить все-таки не на весь август, а какие-то... Я же сказал, наконец. Наконец-то. В период с 20 по 30 августа... Десятидневная гульба какая-то. Нет, бензина не хватит. Бензина не хватит, да. Автопробэк? Нет, нет, нет. Будет планируем огромное мероприятие сделать. Будет много дыма. Просто мы пока... Дымомашину ребята купили. Будут жить покрышки. Пока то, что мы будем делать на нашем мероприятии, мы держим в строжайшем секрете. То есть это вот только вот мы трое знаем, что там будет. Тормозили ли вас ГИБДД за тюнинг сразу, вот пока есть пара минуток. Актуальный вопрос законодательный. И вот и Дмитрий... Очень громкая проблема на самом деле сейчас обсуждается. С ГИБДД даже ведется кое-какой разговор по этой проблеме. Но пока конкретных каких-то действий ведет кое-какой разговор. А вы знаете, самое смешное из этой ситуации, то что, кстати, организаторов самого большого сообщества японских автомобилей в России, кстати, на это собрание с ГИБДД ей не позвали. Это да, было такое. Езжу каждый день, тормозят раза по 3-4, ничего. Но при этом в нете информация противоположная от всех автолюбителей. На самом деле, как нарвешься. Человеческий фактор просто. За что, значит, за тренировку? Говорят, вообще на юге больше тормозят. То есть на севере, по-моему... Ну вот у меня знакомую на Алтуфьево за диски большего размера оштрафовали. Да, да, да. Большего, чем что? Чем гордон. Чем в тегет. В любом автомобиле, в новом или любом, не имеет значения, есть своя техничка. То есть размер дисков... Да, да, да. Размер дисков колесных, который должен быть шириной, а резина с ее профилем, которая должна быть. И вот подругу остановили как раз за это. Сколько у нее дюймов было? На самом деле 18 вместо 17 просто. То есть, да. Да ладно. Иногда складывается такое впечатление, что у нас сами сотрудники ГИБДД, к сожалению, не в курсе, как констатировать вообще факт тюнинга какого-то. И как по регламенту за это что-то делать. Чем дело-то кончилось? Сколько она дала? Штраф 500 рублей по статье 12.5. Пятихасточка. Как с куста, пожалуйста. Аккуратнее. За 250 рублей можно штраф платить. Но на самом деле там есть куда более глубокая проблема, которую мы еще до конца не изучили. Говорят, что могут направить эти документы в МРЭО и аннулируют регистрацию автомобиля. И потом ты его не поставишь уже на учет. Да. За переделку, да. А вот это как раз-таки именно большая проблема. И страдает не только тюнинг автомобиля, страдают джипы, страдают газобаллоны автомобилей. И для инвалидов там какие-то палки тоже в колеса. Вот на этой оптимистичной ноте. Мы умеем. Так сказать, на будущее вопросик закинули. А пока желаем ребятам шикарного фестиваля. Провести все как надо. Зажечь, ждать Гарри, Копоти и, в общем-то, на максимальных оборотах. Кирилл Филимонов, Дмитрий Бахтин, Александр Герасимов. One Love JDM. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Ну а у нас уже есть, да, человек, который хочет побороться за книгу «Мафия Блаттера. Оборотная сторона футбола». Это Валерий. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А у Валерии прямо сейчас будем играть. Давайте. Валера, верим. Валерий. Да-да, я слушаю, слушаю. Вчера в Венеции поженились Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович. Сейчас мы вам расскажем три факта об Анне. И два из них это правда. Один мы выдумали сами. Вам нужно будет выдумку найти и вычеркнуть. Готовы? А ну, пожалуйста, скажите. Давайте. Факт номер один. Анна изображена на сербской почтовой марке, посвященной Олимпиаде 2008 в Пекине. Факт номер два. Иванович суеверна. Она никогда не наступает на линии, очерчивающие корт. И факт номер три. Иванович левша. В детстве ее переучивали делать все правой рукой. Пишет и ест она правой рукой, а играет все-таки левой. Ага. Так, а первый? Первый факт. Она есть на марке, которая посвящена Олимпиаде в Пекине. Вот второй? А второй она суеверна. Никогда не наступает на линии, очерчивающие корт. Второй, это неправда. А первый и третий, значит, самая, что ни на есть, правдивая информация. Или, скажем так, или есть какие-то еще мнения. Или, или, ну, или первый. Я склонялся больше к первому варианту. Ну, что она не... Не изображена на марке, да? Она точно левша. Точно левша? Да, точно левша. Ну, вот, изображена ли она на марке, это сомнения у меня возникают. Ну, давайте выберем первый или второй вариант. Давайте изображена на марке. Что она не изображена, что она не изображена на марке. Мы принимаем вашу версию, давайте будем разбираться. Дело в том, что Иванович суеверна. Она никогда не наступает на линии, описывает себя, как волевая, чувствительная, решительная, конкурентоспособная, но суеверная женщина. Понимаете? Конечно. Она не участвовала на Олимпиаде 2008 года в Пекине из-за травмы пальца. Соответственно, и? Соответственно, тем не менее, изображена на марке, посвященной Олимпиаде. А вот играет она правой рукой, двуручным бэхендом. К сожалению, мажет Валерии. Увы, я. В любом случае, Валерий, спасибо вам за участие. Слушайте Спорт.ФМ, будете знать все в подробностях. Спорт.ФМ. Сто процентов. Азарта. Ну, а у нас остается буквально минуточка до завершения этого часа. И пора подвести итоги, выяснить, кто же отправится в клуб «16 тонн». Последний в истории концерт группы «Смысловые галлюцинации» уже в эту пятницу. И предлагаю отправить туда Сергея, который играл у нас от свистка до свистка. Ура! Помните себя, Сергея? Сергей бился, у него есть динамики в автомобиле. У него есть Дэл. Дэл, динамики, двигатель и домкрат. Все, что необходимо в автосреду в ста процентах азарта. Мы же не прощаемся впереди. В новом части нас ждут новые упражнения. Также книжка у нас осталась. Мы ее разыграем, получается, во втором же части, Ольга. Если кто-то любит прочесть про мафию Блаттера, милости просим. Ну и, конечно, продолжим общение на наши автомобильные темы. Новая машина или поддержанная, спрашивали мы у вас. А еще, ватсап, вайбер, вконтакте, смс-портал, все это работает. В том числе, когда мы говорили о цветах, которые креативно придумывают люди, работающие на автовазе, Роман написал сообщение, что у меня фольксваген брызги шампанского. Такой серебристо-золотистый, так что мне только вас креативит. Ну, видите, в чем дело, Роман? Брызги шампанского, популярный цвет. Он похож в реальности на брызги шампанского. А то, что происходит на автовазе, это загадка. Спорт сегодня. Неустанно близимся к экватору лета, а вместе с ним и года. Много спортивных событий уже случилось, но сколько еще впереди? С вами спорт сегодня. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Российские клубы премьер-лиги продолжают подготовку к стартующему через 17 дней сезону. Сегодня стремительно меняющийся зенит из Санкт-Петербурга сыграет товарищеский матч со статусным соперником, чемпионом Швейцарии Базелем. Базель, как лучший клуб страны, уже в групповом этапе Лиги чемпионов, а вот целый ряд команд пытаются преодолеть только второй раунд квалификации. Так сегодня сенсация прошлого розыгрыша Лиги Астана сразится в гостях с литовским Жальгерисом. Сегодняшний 11-й этап Тур-де-Франс – раздолье для спринтеров. Трасса почти вся пологая, серьезных гор не предвидится. Едва ли кто-то из тех, кто претендует на победу в генеральной классификации, рискнет рвануть в отрыв. Стартуют гонщики в Каркас-Сонне и через 182,5 километра финишируют в Монпелье. Восточный ответ легендарной французской многодневки – ралли «Шелковый путь». Экипажи стартовали на Красной площади в Москве и уже пересекли границу России, двинув в Казахстан. Сегодня пятый этап – из Астаны до озера Балхаш. Российская мужская волейбольная сборная в нынешнем сезоне остановилась в шаге от попадания в финал мировой лиги. Подопечные Владимира Олегна уже сосредоточены на тренировках перед играми в Рио. Ну а шестерка лучших команд турнира сегодня начнет определять сильнейших. Две группы по три команды. В среду хозяева – поляки сразятся с Францией, бразильцы померятся силами с Италией. В Португалии продолжается баскетбольный чемпионат Европы среди девушек до 20 лет. Групповой этап завершен. Сегодня плей-офф – одна восьмая финала. Болеем за сборную России все вместе на волнах Спорт-ФМ. Все спортивные события слушайте на Спорт-ФМ сегодня. Спортивные легенды на Спорт-ФМ Знаменитая советская лыжница Клавдия Боярских за короткую профессиональную карьеру, в рамке которой уместились только одни Олимпийские игры, успела выиграть очень много. Именно на тех играх в 1964-м в Инсбруке Боярских добилась невероятного успеха, выиграв все забеги, в том числе и на короткой дистанции 5 километров, которая тогда впервые вошла в Олимпийскую программу. Как не вспомнить, что в детстве Клавдия едва не погибла, попав под машину, а в спорт пробралась вопреки категорическим запретам врачей. В те времена советские спортсмены рано завершали выступление. Так и Клавдия Боярских сошла со сцены в 28 лет, незадолго до игр в Гренобле, где она вполне могла бы вновь претендовать на победы, или, по крайней мере, высокие места. Но верховные спортивные власти отказались от нее. И в итоге из Франции советские лыжники так и не привезли ни одного золота. Я министр спорта Московской области Роман Терешков. Вы слушаете Спорт.ФМ. Новости.